Так вот, о чем я сейчас буду говорить? Давайте все-таки определимся. Я буду говорить в нашем дивном интернете. И вспомнив молодость былую, и года, так, наверное, 1980-е, 90-е, я, естественно, всегда подписывался. И у меня очень было много интересной литературы. Техника молодежи, умелые, очумелые ручки. Ну, в смысле, очень хороший журнал, реальный. Мурзилка до определенного момента. После Мурзилка, если покупал зарубежное военное обозрение, естественно, можно было бы подписаться под достаточно дорогой журнал «За рулем». И все это, это примерно у нас занимало сумму на всю семью примерно 15 рублей за год. То есть давайте определимся. К слову, 15 рублей, вспомним, сколько у нас сейчас нормальная колоба волоса стоит. Ну, 330. Раньше она стоила 320. То есть, грубо говоря, на 100 рублей умножаем и смотрим, что, в принципе, если бы все это дело нормально случилось, я бы сейчас потратил примерно так, ну, 150 на 15 тысяч рублей, ой, 1500 рублей за год. То бишь, вот этот не самый дорогой компьютер у меня съедает сумму в два раза большую. Что я имею здесь? Во-первых, я здесь не имею нормальных специалистов вообще таковых. Потому что тогда, когда я брал вот эти журналы, там были крутые специалисты, что у нас сейчас. Теперь возникает вопрос, когда я себе завел это дивное средство. Ну, вот это дивное средство. Да. Что это такое? Это танки. Типа уже помененные, естественно, танки. За моей спиной. Так вот, я их завел примерно в 2010 году. То есть, ну, как бы я весьма такой непродвинутый в области интернета специалист, потому что мне это, в принципе, и не нужно. Мне, в принципе, не нужно вот эти блогосферы, которыми все заполнено. Ребят, как бы вам сказать, у меня, в принципе, по сути дела, два высших образования. Одно мое личное, другое я получил вместе со своей бывшей супругой. И еще я кое-чем занимался. Я служил в армии, ну, некоторое время. А вот я уже дослужился до... Ну, вы понимаете, да, это военная кафедра была. Вот. Потом мне пришлось даже стать практически кандидатом технических наук. Два фрагмента моей деятельности были сданы на отличное. История, и, конечно, английский. Да, это будет. То есть я так немножко с мозгами, да, то есть кому мы сейчас будем доверять, и давайте все-таки переговорим о... Кто нам все это дело втирает. Естественно, блогеры. Что такое блогеры? Я не собираюсь становиться блогером, как такое, мне это не нравится. Но я объясняю суть события. Суть событий у меня в следующем. Вы неужели думаете, что вот интернет мной рулит? Нет, господа мои. Мною уже интернет, да, левенько уже и не рулит. То есть некоторое время я позволяю заниматься этой билибердой. Ну, немножко в интернете посмотреть. Что касаемо текущих телевизионных задач, что после того, как нас всех вот так вот сжали и заковали в область цензуры, то есть мы даже не можем в эфире что-то рассказать нам умное, сделанное нами лично. Но тем не менее я вернулся на круги своя. То есть я настолько сильно вернулся на круги своя, что я также продолжаю восстанавливать, делать, доводить до ума и большие машины, но и маленькие, естественно. Скоро соберу еще и Tempest. То есть в принципе самое забавное, что в моей жизни по сути событий ничего не поменялось. Очень плохо, что нету тех самых подписок, потому что, наверное, мне придется подписаться. Я надеюсь, что сегодня, сейчас все журналы будут в лучшем варианте. Ну, хотя бы таком, чтобы можно было хорошо основную страничку расклеить. То, что сейчас за моей спиной, это вот отдельная тема, она мне не сильно, по сути-то, и нравится. Да, хотя в принципе, ну, чтобы вы поняли, да, вот у меня получается десятый вариант. Ну, девятых там, естественно, есть кое-что. Мне, конечно, больше нравятся отечественные события, Советский Союз. Я все-таки оттуда живу и понимаю, что наши танки самые лучшие. То есть у меня здесь еще два десятых варианта и много всяких остальных. То есть вот, а что-то Т-62. И самое забавное, что внезапно Ворум Геймс продал все это дело ленте Ру. Я и тогда-то не совсем понимал, о чем идет речь. Потому что, ну, в принципе, можно было хорошо и быстро деньги заработать. Я не много этим делом занимаюсь, так, ну, два часа в день, не больше. Потому что в определенном возрасте необходимо, чтобы мозги крутились. Да, господа мои. А умение играть в игры, умение восстанавливать свои мозги, умение делать многие другие вещи, это тоже из той же оперы. Только это еще даже более интереснее. И то, чем мы раньше радовали, сегодня имеет другое воплощение, другое удовольствие и другое качество жизни. И давайте все-таки забудем о вот этих всех танках, которые перешли под другую юрисдикцию и стали еще нехорошей. О, как клево. Все для ютюба делается. С другой стороны, сам ютюб. Вот мне говорят, Леш, а почему у тебя самая музыка такая достаточно интересная? Потому что я всю жизнь любил, ну, хаос, дип хаос. То есть, ну, в основном я как бы люблю численную электронную музыку. Потому что для меня это красиво. Который-то может это дело не понимать, но я до сих пор делаю дискотеки, и как диджея весьма неплох. Но все-таки обратившись к истории вопроса, я не понимаю, куда я трачу деньги. Я понимаю, куда я трачу деньги, потому что есть ютюб, и поэтому я туда все это дело сливаю. А так, по сути, событий я не вижу ничего изумительного и более или менее интересного. Хотя в некоторой части я могу показать. То есть, у меня человек начал мне тут мозги втирать, я ему за 5 секунд ровно показал, что он был немножко неправ. Ну, потому что я иногда работаю с интернетом чуть-чуть больше, чем остальные товарищи. Потому что, видите, конечно, благодаря интернету вы должны понимать, что человек с глиобластомой, раком головного мозга четвертой степени стадии, живет 9,5 годков. Это интересная штука. Будем надеяться, что и 10 я проживу. Буду стараться, естественно, потому что я молюсь. Молюсь Господу Богу только. Если в ней Господь Бог, все, поверьте мне, Он мне дает все возможности, все знания и все остальное. И я благодаря интернету именно с этим дерюсь. Но если бы этого не случилось, Да я, честно говоря, не сильно думаю о том, что бы произошло. То есть можно было бы и без интернета жить. Легко и просто. То есть давайте все-таки определимся, для чего он нам нужен. И когда вам начинает по ушам втирать, Вы подключите на скорость до 500 мегабит в секунду. Я еще раз говорю, вот то, что я сейчас работаю. Вот посмотрите, здесь все, Ну как бы сказать, давайте сейчас проверим. Вот, ну где, на чем. А, вот, давайте сейчас покажу. Ну, чтобы это было красиво немножко. Не, не хочу так сделать. Хотя, с другой стороны. Ну, давайте ради прикола. Пускай Т-62 пока грузится. Я его люблю, я сюда поставил. Майора Шварценеггера. Когда вам говорят, что 500 мегабит в секунду, там, или еще чуть больше, И вы будете круче всех, это все целиком бред. Потому что, как правило, там идет один кабель. И в этом кабеле работает дополнительно еще и телевизионный сигнал. Сегодня, сейчас, делается достаточно легко. А вот у меня здесь 100 мегабит в секунду. 100 мегабит в секунду. Он спокойненько, нормально грузится. Никаких проблем. При этом, все это работает в реальной 4К. Ну, красиво, ровно и замечательно, я считаю. Так? Правильно? Сейчас, сейчас, сейчас покажу, чтобы это было просто идеально. То бишь, давайте все-таки определимся, к чему мы и к чему вас подвязывают. Иногда вам внедряют то, что фактически денег не приносит никому. То бишь, самая забавная ситуация, что, конечно же, у меня есть вот такая штука, да? Ну, я ей не пользуюсь, потому что зачем? Мне свои глаза-то нужнее и важнее, естественно. И вот покажу я сейчас немножечко, что это за танк, насколько он интересен. То есть, вот он мой танк стоит, да? А вот если я так нажму... Вот мой танк появился. Ну и надо будет ехать куда-то дальше. Но это будет чуть позже. То бишь, это, это даже не стоит. Это даже меньше. И поэтому, когда вам начинают встирать, ну, говорите им, идите-ка вы куда-нибудь подальше. Я понимаю, куда дальше вы бы их отправили. В далекое, интересное, пешее, эротическое путешествие. Ну и, к слову, давайте все-таки вернемся к этим дивным танкам, которые внезапно что-то с ними случилось. Итак, обратите внимание. Вот я на этом дивном танке, навороченном, да, на своем крутом, сауном. Вот меня здесь не убили, видите? То бишь, моя машина в нормальном состоянии, немножко денег даже заработал. Чуть-чуть. Ну, самое мало, ну, столько денег я всего-же заработал. Но раньше у меня было 6 тысяч, а 6 миллионов, ну, где-то 5 тысяч рублей, да? То есть, меня не убили, не надо рассказывать сказки. То есть, ну, это невозможно было сделать физически, да? То бишь, вот сейчас это все дело немножко уберу. Сейчас найду, где это дело работает, где моя мыша, которая приходит опосля. Сейчас. Вот хороший мой танк, естественно. С ним ничего не получилось, мы выиграли. То есть, помните, да, меня не убили, естественно. Что с моим серебром стало? То есть, мое серебро упало на 20 тысяч. Ну, да, 15 тысяч. Почему она упала, хотя меня здесь не убили? Я что-то не доезжаю. То есть, хорошая контора, да, называется? Ты съездил на танк, ты победил, из тебя еще и деньги щелкнули. Ну, я считаю, что такие машины никому не нужны. И такая контора, Leicester Games, по-моему, тоже.